дорожка победы ребят я даже не знаю как вам сказать понравился прям позик такой мягкий тогда непонятно даже не знаю чуть было вроде все на месте одни догадки только ладно не будем отросток надеюсь на хорошее все наконец-то кафе на круглосуточная ниш пойдем посмотрим ребят все так нормально хватит мне я думаю пора худеть так 162 рубля стоит вот автобусе под окном все решились так что всем приятного аппетита пообедал как всегда жить хочется то есть вот смотрим да вот короче вот здесь был антифриз или тосолну скорее антифриз нами зеленый может это софиг знает и короче вот так он по блоку тек вот так пока вот так откуда вот отсюда вот так раз раз и капал вот сейчас видите все сухо все нормально все офигенно нигде ничего нет слава богу а то блин я прям ну расстроился вообще вот как как бы вот отсюда вот из этих прокладок как бы типа того вот отсюда как бы вот так раз вот так вот по железке вот такой по головке там по блоку вернее и туда вниз я уже прямо расстроился очень сильно он в в этим в расширитель есть даже половина все зашибись крышка на месте они на вам видно не видно на эту и дачу как бы так вот то есть все нормально все офигенно не знаю что это был такой так ребят ну что давайте осмотрим сегодня у нас порядке колеса не крутились нет здесь вроде все зашибись зашибись шоу бис здесь тоже все хорошо так все я приготовил все автобус накормили как коня накормили сам покушал все все настроил присоединил все везде заряжается все нормально слава богу все ребят трогаем вот а то нам еще 2 заправка и потом еще ехать я сегодня хочу уже доехать до этого куда место где делают его алабуга а ближе к вечеру то есть отдыхать мы отдыхаем нас никто не гонит в принципе то только будет завтра это завтра наверное они как говорят ну не знаю проблем то есть типа с 10 часов то есть время предостаточно едем спокойно так устали встали отдохнули походили вперед ребят смс-ка пришла на телефон вроде как что тарстан уехали но стоило правда нет везде реконструкции дороги ремонт может быть за это не то может быть не доехали до казани 60 километров там вроде было на счету облакать думаем наверно сам указать не поедем по моему окружной нам нужна сейчас заправка это 3 ну а дальше поедем же на ты кошечку включить подогреть а то что-то холодновато стало не . ветрено ребят на согласитесь красиво на мёршенька такая там вдалеке соки или горы домики такие маленькие на холмах на эти подъезжаем коза вон сколько рыбаков смотрите ребят тьма тьмущая поймал чё-нибудь нет а тут полным ходом строится мост на кран кашу на высоко вот такая нас офигеть какую нас сделали машину везу такие маленькие кажется дааааа красиво все-таки ребят красиво может конечно кто со мной и не согласится но офигенно мне лично нравится подъем такой ребят капитальный километр нам два такой затяжной вот я думаю уже может быть вошли а может быть еще и нет уже садиться переключаться просит но думаю наверное вошли все таки вон полоса сужения все нормально то лишний раз переключаться это вообще сцепление конечно здесь ребят вообще жесть просто хоть двумя ногами плохое очень даже по сравнению например там ну даже с тем с моим рабочим здесь вообще я не знаю слов нет температура у нас нормально 83 градуса сейчас накатиком пойдем думаю сбросится будет нормально ну вот ребят я так понимаю это наверное уже казань наверно то есть вот видите такая красота начинается вдалеке город река смотрите такая мечеть или что это такое я не разбираюсь да скорее всего там полумесяц красиво да согласитесь региона река волга красота да ребят вообще такой пейсаж но будет лето дай бог если все будет нормально складно такие как говорится чудо природу мы попробуем с воздуха посмотреть еще полетаем на коптере поснимаем офигеть красиво вообще и и кстати ребят кто смотрит меня с казани и вообще всего татарстана всем большой привет а я еду дальше казани у нас справа а мы едем прямо солнце заходит и уже становится прохладненько то есть в одном футбике видите закат какой клевенький так ну а нам до заправки до третьего задания до выполнения третьего задания 58 минут заправляемся и на последние задания как раз будет самое то я думаю доедем до места чтобы завтра с утра не гнать быстрее быстрее туда сюда а уже просто чисто приедем не торопясь не спеша с нормальной с крысинской скоростью 60 км и уже дожим отдыхать вот на сегодня я думаю такой так что жмем до заправки да блин вот чё вспомнил ребят не знаю чё с дворниками но смотрите фигня какая-то брыляет да брызжет вообще ни о чём а тут смотрите только размазывает такое ощущение будет там эти форзунки или забиты или изолеты что ли заклеены какой не пойму я и там такая же система вот сейчас хочу где-нибудь остановиться пока еще не стемнело и посмотреть обогнуть что там такое ребят пойдемте глянем что с этими с дворниками потому что не нравится мне что-то как они брызгают вообще пипец почему так нет вроде все хорошо так а здесь чё нет вроде все нормально сейчас попробую продуть так еще разочек ребят взглянем на тасов вон чуть-чуть видите есть на гайке но у меня такого ключа нету и в наборе нет то есть это до уже этого я им покажу конечно и здесь но уже поэтому не течет там в бачке есть в расширительном в принципе все нормально так и мывайка я правда не вижу блин больше мывайки то нету нет а сейчас есть темный бачок он короче я не знаю ребят я попробовал продув ну здесь эти форсунки их 4 штучки 4 штуки то есть сюда сюда и сюда и чуть нифига не брызжет я не знаю почему надо еще раз попробовать потом надо будет фару протереть но это уже на заправке протерем так ладно все поехали главное дело вниз туда брызжи неправильно поставили даже если перевернуть смысл какой если даже переворачивать правильно то есть здесь же так вот шланги подходит все нормально я туда буду лезть в новый автобус как бы так ладно едем дальше мне уже ребят какой раз не везет с этим омывателем это пипец стоп бачок там течет то еще там не работает что-нибудь то еще там сколько машин он попадался все вот я не знаю пипец они что скорость такая я конечно скажу ребят пусть они посмотрят что это за фигня но я вот дунул вроде дуится ну не знаю надо смотреть разбирать 40 минут осталось показывает новик то заправки так ребят ну что доехали мы до 3 заправки третье задание выполнено почти что сейчас заезжаем и заправляем до полного снова блин ребят что я вам хочу сказать здесь такая печь вот сзади меня под сидением это нечто спина вообще просто горит хочу я сейчас в одной из секалок из полторашек вернее из полторашки сделать одну секалку то есть вымыть вот стекла ну то есть сами видите да что блин ну это не делают ни форсунки вообще фигня да я только мувайк купил вымыть световые приборы фары вымыть зеркало дальше забить следующее задание ну то есть и посмотреть сколько до места там ехать пойду я сейчас быстренько сделаю поливалка секалка сейчас мы сделаем отверстие я что-то дома не додумался сразу нет но я думал что здесь работают эти а в итоге нифига тут ничего не работает я лейку сделал а надо было сразу и дома мне сделать это вот сейчас накручиваю на другую бутылку с водой и быстренько поливаю мою так ну что ребят все я вроде сделал стекла отмыл световые все отмыл последнее задание ввел вроде как нашел показывает мне час тридцать девять до туда ехать я думаю все таки доехать до места и свободно и спокойно потому что они завтра типа с десяти начнут работать то есть уже на месте спокойно отдыхать и все может быть где здесь по пути вот до этого моста может быть какое-нибудь кафе может быть конечно отдохнуть мы отдохнули то есть периодически на заправках вот я выхожу ну с полчаса сейчас я точно умудряюсь то есть как положено то есть разминаюсь и все такое то есть ну реально хочется доехать уже и все и принципе на сегодня все то есть и по пробегу хорошо и до места доехали а уже завтра когда они сделают полностью вот его все осмотрит машину всю протяну там то и все уже выставляем адрес доставки и уже поедем там уже будет чуть-чуть по-другому ладно едем ребят по ходу на судьбан мне похавать сейчас не работает нифига чуть волгобус нифига себе сейчас ужинаю и все а фиг там не работает нифига как обычно ладно поедем дальше если что будет оборот осталась фигня уже да ребят фигово конечно когда не знаешь вот видите заехал вот осталось до этого до моста до поворота 6 километров вот и не знаю там будет сейчас не будет кафе видите заехал нифига не работает народ стоит их знаете сколько одни фуры и да и не баня ничего не работает а что там стоят просто стоянка отдыхают в принципе уже все сюда все встают и нам мне осталось двух дня доехать думал сейчас быстренько раз раз и все и спать а фиг там так ребят нашел все таки я где этот его было это больше года назад я уже честно говоря забыл я помню вот как чуть-чуть так вот ехал там кольцо там съезд кольца а именно как проезжать я помню что ворот и там написано 1 2 3 такие здоровы как типа пожарные но помню что где-то вот проезжали как то вот так а сейчас темно нифига не видно то есть заехал сейчас оттуда смотрю автобус там вроде стоит вроде думать здесь раз объехал так подъехал орал орал этого охранника кое-как вышел ну вот ну сказал что здесь он типа написано заезд 8 00 он на стекле краской истины риса привет я сейчас просил да да здесь типа вставай здесь восемь часов запустим ладно давай тогда сейчас припаркуем и все и спать чуть-чуть конечно обломался я в плане ужина пока искал эти кафешки время только убил лучше бы сразу я поехал и возможно бы меня бы сейчас запустили бы сюда так пусть мальца погреться еще так у нас что там вот то бы приехали раньше все было нормально проехали проехал я вернее 700 километров почти там без малого в принципе нормально ну сами да все вот когда тебя никто не гонит нормально все все спокойно едешь спокойно все получается нормально и в принципе даже не устал так что давайте приготовим место спать вот ребят такое спальное место то есть мешок такой спальный сюда вот сейчас я залезу лягу так вот застегнусь так и это на вот так а это куртка вещи под голову вот там под ноги положил сиденье и эту морду короче утеплитель чтоб ноги туда не провалились ну и все я думаю нормально будет капот горячий плохо когда на полу вот здесь фигово а здесь так нормально капот горячий ну спать можно правда ветер такой здесь холодный ну намного холоднее чем у нас вроде как бы мороза такого такового нет но такой ветер там именно как такой северный какой-то у меня вот вышел пока искал этого охранника прям моментальными оправдал всем спокойной ночи и до завтра завтра увидимся ребят всем доброе утро так время у меня 544 из 15 6 заезд написано 8 утра но уже нужно я думаю вставать колотон офигенной так самая вроде не замерз а чувствуете до нас блин вылазить отсюда я не знаю как вообще дубах просто вставать надо проверить посол завести дал уже замерзли минус наверное 5 есть так еще раз всем доброе утро все подъем встаем заводим собираемся и будем сейчас заезжать так ребят все и оделся как бы хладновато сами понимаете да вот решил я посмотреть короче залезть все-таки после вчерашнего этого тосол где он там капал думаю дай проверю сейчас ну то есть вот смотрите уровень тут как раз все зашибись вот а тосол да тосол меньше минимума то есть он там короче прям на дне ну то есть ну мы практически у ворот переживать нам нечего сейчас я заеду я им все скажу гуская покажу где если чего подкапывала вот то есть как бы и ну и говорят что и головки они будут тянуть там и все 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 такой вот может быть и где-нибудь потому что ну не с патрубов вот сами посмотрите тут все сухо и нормально здесь зеленого нет ничего такого нет ни если бы он где-то травил например из-под патрубку каких-нибудь водяных да то будет здесь день то было бы например зеленый сыр а это именно вот где-то там вот я щупам показываю где-то вот там спереди где-то по плите стекало по блоку и туда вниз вот то что где-то что-то не притянуто какой-то там типа прокладки из-под прокладки как бы так вот так что я сейчас всем скажу и пусть они посмотрят ну естественно все далиют вот так что я закрываю и завожу пойдемте осмотрим там всю световую ну и все такое свет работает ближний работает кстати далее я вчера пробовал так когда ехал блин дальний огонь вообще бьет прям нереально здорово сильно прям там прожектор атаки все вроде так ты зашибись колес слава богу на месте здесь чинят ребят есть посмотрите сколько много у меня нет ничего покушать я бы он конечно с вами поделился дал бы хлебца или мяско но у меня нету сам даже вчера остался без ужина помню по тому перегону что здесь там где сейчас будем попроходить там есть столовая но у вас как во сколько она будет работать вот это конечно я не знаю вот потому что может быть мне сделают до того как она начнет работать тогда поедем чё где-нибудь на дороге уже покушаем вот ну и там будет сейчас уже чуть чуть посложнее то есть задание уже как бы нет мы забиваем просто сейчас куда место доставки и поедем вот он выдаст нам сколько километров посмотрим сколько километров до туда и надо будет искать заправки то есть как мне объяснили ребята типа там до челябинска вроде как бы есть лукойлы а уже после этого челябинска туда там уже типа нету но не знаю как это правда или неправда ну вот так они мне объяснили то есть там надо быть по другой карточке там другие заправки то есть чуть-чуть посложнее но всему ребят как говорится надо нужно учиться ну вот расстраиваться не будем поедем как потихоньку поедем полегоньку нас никто не гонит еще раз напоминаю все мы едем сами по себе у нас есть срок и мы как бы по нему едем по сроку доставки а в сроке доставки там указано все как чего и где и никто гнать никого как говорится не собирается вот сейчас еще нужно умыться почистить зубки хотя там есть этот умывальник там куда сюда но я не знаю сейчас там открыто но мы сейчас заедем посмотрим но если что если там открыто то зайдем там умоемся а если что придется здесь короче ребят сходила сейчас к охраннику я говорю разрешите мне туда заехать я говорю там ну умывальник там туалет есть сходить себя как говорится порядок привести нет и что там типа сейчас будет начальство заезжать они вот написали заезд на то 800 вот типа будь добр пускать в это время типа раз был что автобус раньше времени заехал ну то есть я так понимаю вот как сейчас я например вот они как приехали увидели а кто охранник его запустил тот уже сменился ушел домой там 7 часов утра вот так типа подняли хай заставили выгнуть его оттуда короче водитель с территории на автобусе вот как он мне сейчас рассказал так что придется мне тусоваться здесь 6.25 то есть это еще грубо говоря полтора часа пипец все равно как ни крути оно вроде кажется но все равно первый раз вот когда едешь там ну вообще что ты делаешь первый раз тем более вот такую ответственную эту все равно волнение очень сильное присутствует то есть переживаешь за все как бы там доехать там найти что там ну не знаю ну какой то волнение такое есть я не знаю как у других но лично вот у меня я как просто с вами делюсь есть и то есть как бы все равно спишь да а в голове вот это все крутится вертится и ну ну от этого сон там не особо хороший ну в принципе я сегодня поспал так нормально проснулся где-то пол третьего да действительно я чуть-чуть замерз а замерз из-за того что был очень сильный ветер прям вы не представляете автобус даже шатал вот так из-за этого выдуло все сразу все тепло моментально здесь пойдемте умоемся тогда доброго дня ну хотя бы зубы почистим здесь все принадлежности то есть щеточка зубная паста мыло станок все свое я хочу с собой вот вот сейчас водичка наливаем чистим бивни потому что ждать это 8 блин долгая история так ребят ну вот заехал я короче время 9 час там написано было заезд после возьми время 15 минут 9 я заехал то есть вот такой здесь гарантийные отслуживания ремонта автобуса по связь ну вот это я уже помню как прошлый раз так я только не то какие ворота были не то 3 не то 2 и поэтому ребят офигенно столовка работает представляете с утрища девятый час там короче оказывается все я понял вспомнил даже третий ворот он видите замок еще пока то есть их нет и на третьими воротами то есть вывеска значит эти ворота это сто процентов так сходил я узнал все идемте завтракать так ребят наконец-то мы позавтракаем борщица куриная котлетка с макарошками 4 куска хлеба картошка с мясом 3 треугольничка и кофе черный сладкий такой вот столовка то есть выручилась здорово вот это все 320 рублей всем приятного аппетита это все очень все все Редактор субтитров А.Семкин